Сегодня будем наблюдать за одним из лучших тинкеров в Dota 2. Это мидер команды LGD, проигрок NothingToSay. Он имеет 6 ранг у себя, средний рейтинг в игре 10 тысяч ММР. У нас здесь очень много игроков, которые находятся в топ 100. И тинкер является главной сигнатуркой NothingToSay. У него на нем 530 игр с винрейтом 67%. Удерживать такой винрейт на рейтинге, на котором играет NothingToSay, довольно сложная задача. Будем разбираться, как у него это получается. Стоит он против шторма, начальный закуп 3 аренда мрича, цероклетка, фэрифайр и, собственно, танго. Сразу хочу сделать пометку. Когда я записываю ролики по тинкеру, мне в комментариях часто пишут, что лучший тинкер это Лэнс. Но у меня в роликах, как правило, ну вернее не как правило, а всегда, это именно проигроки. Я разбираю их геймплеи. Соответственно, как я понимаю, Лэнс это не проигрок, а больше блогер и ютубер. Тем более, у него есть свой полноценный канал, на котором там куча роликов. Поэтому было бы странно разбирать именно его геймплеи. Поэтому будем смотреть за NothingToSay. Тем более, он реально является одним из лучших тинкеров в ДОСе. Несмотря на то, что у него платина на тинкере, у него 530 игр. Этого с запасом хватает для грандмастера. Видимо, он не всегда покупает подписку Дота+. Ну, такое иногда бывает. Для понимания, у нас в Уизе стоит Undying вместе... С кем здесь у нас стоит Undying? Вместе с Брудой Кэрри против Праймала и Скаймага. И в Харде у Рейдент. Это Рубик с Найт Сталкером против Кэрри Темпларки и Вич Доктора. По поводу самого тинкера. Герои сейчас сильные. У него винрейт 51%. При том, что для тинкера это реально очень высокий показатель. Кикрейт тоже очень высокий. Его берут часто. Встречается он в 9% игр. И сейчас опасный момент. Тинкер без ХП, без маны. Собственно, Шторм тоже имеет очень мало ХП. Но хотя бы у него мана есть. Поэтому сейчас нужно было... Ну, либо драться уже до конца. Кто-то точно здесь погибает. Либо, как сделали эти игроки, они просто отошли. По прокачке третий уровень. Он лазер вкачал один раз. И ракетки у него вкачаны уже два раза. Прилетел Боттл довольно быстро. Ну и сразу пошел его сверху. Пополнил рной воды. По поводу расстановки тинкера. Потому что какое-то время он игрался как саппорт. Можно было встречать его в Харде. Сейчас тинкер имеет только одну роль. По факту это мид. Берут мид его в 90% случаев. И я бы не рекомендовал его брать ни в Харду. Ни, соответственно, на саппортские позиции. Потому что сейчас это банально не актуально. Тинкер, мидер и... Как бы... Больше особо вариаций нету. Это не тот герой. Потому что некоторые герои играются вообще на всех ролях. Такие бывают. По поводу того, что я просил вас подписаться. У нас на канале сейчас уже практически 97500 подписчиков. Но не хватает буквально совсем немного. На данный момент 486 подписчиков. То есть остается буквально 14 человек. Я думаю, что уже завтра мы пробьем, соответственно, 500 подписчиков. И будем двигаться дальше к 100 тысячам. Всем, кто подписывается, просто невероятный респект. По хрипам. Там 17 добитых и целых 12 денаев. Очень сильно он лишает Шторма Икспы. Сам Шторм идет 12 на 3. И проседает и по денаям, и просто по ласхитам. То есть на Санктусе его довольно сильно переигрывает. Хотя, ну, ранги как бы схожие. Тут у нас 6 и 53. Кто-то может сказать, что это же большая разница. Но на самом деле это не так. Потому что тот же Наск Мтусей буквально там через месяц может тоже иметь 50 ранг. Это дело такое. Оно меняется регулярно. Поэтому если ты входишь в топ 100, ты уже невероятно силен. Так. На других линиях явно происходит больше киллов, чем у нас здесь в меду. Ну, счет становится 3-4. И посмотрим, кто здесь больше всего фидит. Видим, что Наск Мтусей погиб уже 2 раза. Праймал Бист тоже. Ну и еще Бруда. Рубик. И получается Вич Доктор по 1 разу на фиделе. Прилетает Рубик в мед. Вроде как он его... Ему забудил боттл. Также Тинкер купил себе капли. Ну и пятый уровень уже имеет. Лазер вкачан в 3. В то время, когда Шторм бегает с 4 уровнем. Ну и продолжает просто стоять комфортно здесь себе лоситить. И потихоньку выигрывать этот мед. За счет просто банального перефарма. Даже несмотря на отсутствие каких-то здесь скиллов. Их и необязательно делать, чтобы, соответственно, выиграть мед. Как же хорошо сейчас зашел урон. И остается буквально немного, что урон отхиливается боттлом. Также проблемы и у Скай есть. Ракетки летят. Урона от них не хватит. Надо бы еще и лазер дать. Но он находится в кулдауне. Увязает фласку. Сейчас будет скоро шестая минута. Поэтому, возможно, не обязательно будет когда-то отходить, отхиливаться. Просто дождаться активной руны. Главное это ее законтролить. И не подставиться в тот момент, когда же ты за ней побежишь. Шестой уровень. Прокачивает ультимейт. И шестая минута. Снизу. Руна иллюзии. Решил он за ней не бежать. Чтобы не терять крипов, видимо. Ну, либо предполагал, что там рядом враги. И... В любом случае, они подойдут и не дадут тинкеру эту руну. Придется забрать андайангу. Так и происходит. Шестая минута. Счет 4-4. Ну, а нас, в конце, продолжает стоять и просто ласхитить. Практически со стопроцентной вероятностью. Когда есть какой-то спорный крип, которого вы не уверены, что добиваете, то можете без проблем давать в него лазер. Тогда вы точно... Соответственно, его не потеряете. Ну, и тем более, если... На линии никого нету. И вы стоите одни в этот момент. Ну, я имею ввиду, когда его не нужно давать в шторма, для того, чтобы мешать ему фармить. Тут, в целом, очень сильно еще и лазер решает в том, что тинкер будет выигрывать начальный крип стат. В этом нет ничего удивительного, абсолютно. Тем не менее, тампларка на первом месте вражеская. Держится на уровне с тинкером, слегка его обгоняя. Видим, что тинкер имеет уже седьмой уровень, шторм пока с шестым. Вопрос только, сколько у него опыта шестого уровня? Может быть, половина, а может быть, он только его и апнул. В любом случае, шторм сейчас становится целью очень сложной, и уже не получится его забрать. Потому что он просто банально от вас улетает. Либо влетает в вас. Здесь еще и вещдоктор выходит. Вещдоктор без ульты. Это, на самом деле, спасает тинкера на вопрос, выживет ли он здесь. Да, ему не так много урона наносится. На помощь прилетает Найт Сталкер, и совершают они совместно даблкил. Хорошо. Вырвались по счету вперед. Тинкер улетает на базу. Так, ДДшка снизу. Оставляют ее, видимо, для Найт Сталкера сейчас. А он, так как ночь, может позволить себе забежать под вышку, тем более под Тамбой Андаинга, и добивает еще и Скаймага. Шторм летает. Ищет руну. Думал, что получится у него забрать ее сверху. Но она снизу. И забирают ее Найт Сталкера. Возможно, драка продолжится, потому что было бы странно забрать ДД и просто отходить. Ну, либо он пойдет с ней фармить. Тоже как вариант. Потому что это лучше, чем взять и подставиться, и нафидить, как это сделал сейчас Найт Сталкер. Потому что он не пошел фармить. Он зашел в двойку, а там его принимает. Праймал вместе со Штормом. Довольно очевидная была ошибка. При таком агрессивном заходе. Улетел на базу. Отхилился. Так, у него... А, появляется уже Филактон. Филактерия. Видят Вич Доктора. Он думает, что его не видят. Подождите, куда он испарился? А, вот он уже здесь. Поставил ворды. Но за это его быстро наказывают. Реармится. И лайзерами начинает фармить, соответственно, крипов. Это происходит супербыстро. И без каких-то проблем он забирает здесь всю пачку. Сразу дождь просто из нейтралок высыпается. Выбирает себе одну. Но остальные ему, естественно, не нужны. Берет Аркейн Ринг, чтобы, во-первых, получить 8 к интеллекту, к броне. И проблем с маной стало поменьше. Так, Шторм летает на Андаинга. Видимо, он, да, боролся за руну регенерации. Он ее подобрал, поэтому Шторм сейчас может стать опасным под ней. Потому что с регенкой он может летать бесконечно. Но пока действует сама регенерация, если ее не собьет. Так, он ее активировал. Тут подставляют еще Тинкера. Кажется, что Шторм сейчас... Нет, разобрались даже без него. Здесь вообще вся команда Дайер. Делает минус Тинкера, минус Андаинга, еще и минус Рубика. Вот так вот, на ровном месте. Сделали минус 3700 голды. На 10-й минуте заработали. Для 10-й минуты это просто все преимущество, которое было у Рейдин. Которое вот они перефарпом заработали. Ну, еще там делали киллы. Очень даже неплохо. По прокачке. Ну, неплохо, естественно, для Дайер. По прокачке. Лазер уже замакшен. Ракетки в тройку вкачаны. Ну, и, собственно, все. Оптимейт взят. Вильтает наверх и будет здесь древних фармить. По ценности. Чуть позже, потому что он летит в мид. Здесь драк продолжается. Вич Доктора добивает. Брудмазер немного постелила килл. Потеряли Рубика и разменялись. Разменяли Рубика на Вич Доктора. За кого дали больше? Ну, на самом деле, просто одинаково. Единственное, что фраг, соответственно, на Рубике получил шторм. А на Вич Докторе получил обруда. Так, паузы. Наши любимые. В последнее время часто они встречаются. Наскнг Тусей, как и тот же Ятора. Естественно, они на Бали. И, кстати, ну, вдруг, кто не смотрел, спириты вылетели с Бали Мейджора. А вот у нас, а вот LGD проходят дальше. По нижней сетке, поэтому у них будут еще игры. Поэтому на данный момент Наскнг Тусей еще не вылетает. Потеряли Найт Сталкера. Потеряли Бруду. Вроде как начало было неплохое. Смотрите, как вели. Сейчас два раза подряд файт они проиграли. Все преимущество отдали. Теперь оно вообще у Силы Смэя. Находится сейчас под руной щита. Рубик. Сморовал ульт Праймала. Начал вбивать в землю. Темпларку. Пол ХП у нее остается. Вич Доктор убегает под пикполом. Темпларку добили. И 388 плюс 369 золота за нее. Хоть что-то. Хотя бы ее. Ну и Праймала тоже. Не забываю. Все. Дальше. Начинает делать Блинк Даггер. Обратите внимание, что нет у него никакого сапога. Такой вот очень скромный закуп. А именно. Цирклетка. Ап на Т-стике. Боттл. И Филактерия. Забирает здесь пачку. По ценности на третьем месте 6100 имеет. Брадаси 7400. Темпларка на втором месте 7100. Проблемы у Найт Сталкера. Да, он просто догорает. Он, конечно, от них убежал. Но вот способности Вич Доктора убежать уже не получится. Она будет с ним пока не закончится. И именно она его и добивает. На 10 уровне. Талант не прокачивал. Качал Матрикс. Да, и в Смаках. Это был выход на Тинкера. Сайланс. Остается буквально немного. И да, за время действия Сайланса получилось забрать Тинкера. Плюс в него развильтовался Скаймак. Естественно, бедный Настинг Тусей. Соло здесь сам бы не убежал. А подмога пришла слишком поздно. Поэтому придется ему немного посидеть в таверне. 14-ая минута. 13-14 счет. Преимущество практически в нуле. Меньше 1000 у Силы Тьмы. Давайте посмотрим, насколько точно. А, ну да. У них разница просто 100 золота. Это замечательно. Нашли Вич Доктора, который решил пробежаться поставить ворды. И его просто разрывают на части. Потому что встретили его всей командой. Фраг достался Рубико. После того, как появляется у Тинкера Блинк Даггер. В Кикбай добавляет себе Сол Ринг. Так, наследивает по Темпларке. Хорошо. Рефракшн кончился. А дальше Темпларка не знает, как входить. В Мелтон она, видимо, поняла, что садиться даже нет смысла. И ее просто добивают. Пропушили немного мид. Тинкер улетел. Реармится. Устанавливается. И летит уже наверх. Покупает Сол Ринг. Продолжает сейчас фармить. Тут уже фарм идет на двойке. Процесс довольно стандартный. Через первый спел их забирает. Сам он тычки не дает. Ну и дисконнекты продолжаются. Как хорошо, что есть возможность их быстро проскипать. Жалко, что такой возможности нет в обычных играх. Так было бы намного приятнее играть, когда ваши тиммейты или враги постоянно отключаются. Так, проблемы у Брудмазер сейчас могут быть. Входят в инвиз. Подставляется Руб Андайен. Его забрали. Рейден добивает Праймала. Вещдоктор решил разольтиться, но прыгает Тинкер и добивает его с лазера. Сбить ТП? Нечем. Да, и Вижена не было. Только уже когда улетел. Естественно, герои завязали... Дасты. Не знаю, на что надеялись. Видимо, что он будет там до сих пор. Ну, естественно, нет. Ну что, Тинкер пытается на первое место вырваться, но ему не достает сейчас тысячи голды. Чтобы догнать Темпларку нужно 500 золота. Летит в мид. Рубика добили. Найс Сталкер гонится за... Скайем. Один удар. Также очень мало ХП. Хорошо. Добили. Добили и Шторма. И Скаймага. Чуть спитал... Пульт Вич Доктор, но все-таки живет до сих пор. Добивает еще... Вич Доктора. И... Находят отличную руну для Тинкера. Это волшебство. Вот с ней... Нас Интерстей становится... Еще опаснее. Делает Шиво. У него уже есть платмейл и есть рецепт. Ну, Мистик Старф. Купит и будет готова. И его подняли Найс Сталкера. Шторм летает. Фокусит Тинкера. Не дает ему раскастоваться. И Тинкер жмет... Реарм. Вешает на себя Матрикс. Дает лазер. Ракетки. Снова реармится. Всех продамажил, но пока... Все живы остаются. Праймал просел. Неприятный был ульт от Вич Доктора. Но от него вроде никто... Не отъезжает особо. Ну, только добили Найс Сталкера. Добил Шторм. Поднимает Тинкер. Тинкер улетел на базу. Сейчас по-быстрому от Ботла... Зарегенится. Прилетает вниз на Крипов. Ну и на этом драка вроде как заканчивается. Что по итогам сражения? 2 в 2. 800 золота для Рейден. 1400 для Дайер. Файт оказался плюсовым для Сил Тьмы. Так, прыгнул и неожиданно нашел Вич Доктора. Ой, нужен Вижен. Иначе сейчас его просто... Вард и забьет. Но на самом деле я думал, что Вард... Как-то побольше проблем ему доставит. Сбил... Матрикс. И... На этом все и закончилось. Вард закончился. А Настинг Тусейн невозмутимо его добивает. Как будто бы он даже и не испугался. Хотя возможно так и есть. 15 уровень. Правый талант прокачал. Берет плюс. 125 к поглощению урона у Матрикса. По-моему, он фармливает двойку. Начиная с древних хрипов. Переходит к обычным. Выбивает нейтралку второго уровня. И... Находит себе... Он... Он... Собственно, просто гифт. Так. Летит. Прилетает. На паучков бруды. Бруда делает дабл килл. Забрали вещдоктора. Забрали Ская. Летит вниз. Здесь там Пларка идет ломать. Прожимает глиф. Пларка убегает. Будут ли ее ловить? Сайланс. Есть. Тинкер поднимает. И... Не Тинкер поднимает, а Рубик поднимает. И Тинкер добивает. Хорошо. Прокачал на шестнадцатом уровне талант на десятом. Плюс восемь процентов к уменьшению расхода и сжигания маны. Прилетели тиммейты. Отомтели за тембларку, забрали Рубика. Но сейчас сами они могут подставиться. Потому что здесь на помощь еще и Найт Сталкер прилетел. И сверху идет Андайм. Который как раз таки на отходе может их подловить. Либо наоборот на подходе новых героев. Новых тиммейтов Дайер. Потеряли Андайм, который подошел. Ничего не смог он сделать. Тинкер уже отхилился. С базы прилетел. Вроде что ему довольно больно. И Тинкер с Шивой уже куда больше опасностей представляет Дайера. И дает очень много неплохого контроля. Здесь ждет Руна Волшебства. Съедает ее. Получает 17 уровень. Пофармил сверху. Летит в мид. Сейчас подойдет новая пачка. А, здесь еще и Ригенка. Вообще замечательно. Даже не придется лететь на базу. Хотя для Тинкера слетать на базу. Это задача довольно несложная. В отличие от любого другого героя. Так. Рейдинс. Маки прожали. Зайд. Найт Сталкер. Ночь. И направляются они в Рошпид. Где сейчас Дайер забирали Рошана. Они очень вовремя успели. Роши половина хп. Забрали Ская. Идут дальше. Прыгает прям под вард. Вичдоктор. Но опять. Он много урона не вносит этим вардом. И как только он заканчивается. Его добивает Найт Сталкер. Правда Найт Сталкер хочет бежать дальше. Но команда его объясняет. Что нужно отойти. И просто Рошана добить. Тогда будет намного больше профита. Чем если гнаться прям до конца. В любом случае они сделали. Минус 3. Вот это неверное значение. Это только за Ская нам показывает золото. Сейчас может быть за остальных. Прогрузится. Да. И еще 1300 за другие. Ну соответственно 2000 они получили. Забрали Рошу. И Аегис получает брудмазер. Так. Сбить. Получилось сбить ТПшку. И получилось забрать саму Тубларку. Команда снизу ломает вышку. В это время Тинкер подпушивает вверх. У них так-то между делом в Миду вышки нету. Видимо Борда зашла и снесла. В просете сделать на БКБ. 3 500 есть уже. Остальное скоро дофармит. Борда теряет Аегис. Надо бы Тинкеру оказаться в файте. Иначе это будет не совсем логично драться без него. Прилетает. Мы подняли его в Иву. Праймала. Пытался убежать под защитную стенку. Но здесь его атаковали буквально все. И так и не получилось у него добежать. С тела света добивают еще и Терзателя. Так между делом. Шард получил и Рубик. Что по шардам. Есть у Найттолкера и у Рубика, который получает его прямо сейчас. Покупает БКБ. БКБ к нему летит. На втором месте по ценности. 15 700. И Бруда 16 500. Ну то есть. Можно сказать, что где-то на одном уровне они находятся. 1000 золота у них разница. Забрали Рубика. Фраг делает япаж на шторме. Находит. Сука и мага. Эх, буквально удара не хватило. Но ему помогает это сделать Найттолкера, который подбегает. И с одного спыла Скай в таверну отправляет. 20 уровень. Правый талант прокачивает. Дефенс Матрикс уменьшает перезарядку на 25%. И доламывает бараки, которые не доламали в прошлый раз. Команда Рейдиант сейчас. Дайр потратили свой единственный глиф. Так, влетает шторм с Праймала в надежде перевернуть исход этого матча. Но отдают Вич Докторам. Центральную сторону сносят полностью. И можно уже отходить. Как будто бы не готовы они переходить на другой лайн. Потому что у них есть такая возможность. Т2 нет. Ни сверху, ни снизу. Да, и расферестнелись. Они еще не уверены. Настолько в своих силах, чтобы продолжать там оставаться. И правильно делают. Потому что эти 13 тысяч перевеса, они отыгрываются. Нужно лишь допустить ошибку 1 раза. Вот, например, отдали андайинга. 400 плюс 600. Уже 1000 есть. И в чем будет заключаться ошибка? Если Рейдинс сейчас пойдут и решат подраться без андайинга. В меньшинстве. Плюс, если они сами еще и выйдут. Кого-то найти. То есть они будут нападать. Это тоже у них шансы понизит. Нашел себе невидимость. Но оно ему не нужно. Потому что он сразу его сбивает. Все-таки по карте нужно как-то перемещаться. А в инвизио... Это куда медленнее, чем на блинке с телепортами. Будут ли забирать своего оттерзателя. Потому что вражеского они забрали. Нужно бы разобраться и со своим. Ну и плюс шар. Достается он андайингу. С самым низким нетвордством. Команды Радиант. Была попытка сейчас словить Тинкера. Но спасает его БКБ. Кстати, он не особо боится. И когда прилетает его команда, готов продолжить файт. Есть. Минус. Праймал минус. Скаймага. Другой. Последний кто там остался. Я не увидел какой цвет у него был. Ну в общем... Наверное здесь был Шторм. Либо... Может быть Фичдоктор улетели на ТПшки. В самый последний момент. Когда Радиант готовы были файтиться с ними. И график. В первые 15 минут можно сказать он был в нуле. Вот несмотря на это. Небольшой Богорлок. На 7 минуте. Потом он был полностью отыгран. А вот... После 15 минуты Радиант уже... Вгрызлись в эту игру. И решили ее не отдавать. Пока что. Минус. Вичдоктор минус. Шторм. Отварка улетает. Синкер прыгает до конца. Даже слишком до конца. Потому что... Оказывается под Т4 он. С лазера добивает Фраймала. Это минус вторая сторона. Вот конец. Собирает себе. Эзериал Блейд. Эзериал Блейд. Давайте так скажем. Данин спрятался в Тамбу. Тамбу разбивают. На Синктусей не подставляется. Прожал даже БКБ ради этого. Чтобы точно здесь не подставиться. Рейдиант делает мега крипов. Впитывает весь ульт. Скаймага. И после этого его добивает Шторм. Наверное даже зря он так рано отдал БКБшку. Потому что когда он отошел. Когда БКБ закончилось. Он еще не успел отойти. И за это его логично наказывает. Вот и все. Минус 4 сейчас сделали. 6500 заработали. Смотрите. 14000 опыта. Насколько же много сейчас. Получает Дайр вообще. Всех ресурсов. Но вопрос. Они готовы к камбэку? Герои у них есть. То есть Тамфларк дефает мега крипов. Шторм вообще дефает что угодно. Особенно когда у него получится. Появится 25 уровень. Хотя до этого еще надо дожить у него. 20 на текущий момент. Ну и Праймал, Скайвич, Доктор. Короче у них есть все. Для переворота. Этой игры. Но хватит ли у них скилла перевернуть игру? Это вопрос уже другой. Тинкер на втором месте. Плюс-минус все игроки на нем находятся. 2500 нитворца. Бруда 22000. Темпларка 20000. А вот Шторм 17. Тут разница уже чувствуется. Тинкер возродился. Летит на крипов, которые здесь бегают как раз таки рядом. Сразу прыгает в Вич-доктора. Вич-доктор прячется. Выходит из инвиза. Неужели он второй раз сейчас отдастся? Нет. Пока живет. Догоняет япажа на Шторме. Который не смог далеко улететь. Из-за того, что мана у него была практически на нуле. Улетел на базу. Восстановился. И летит внец. Посмотрите, как база Дайра выглядит. Очень скромно. Но хотя бы Т4 есть. С ними всегда чуть попроще. Появился Рошан. И идут его забирать. Дайра. Не буду делать каких-то здесь резких выходов на него. Потому что, во-первых, у них Шторм. В таверне. А во-вторых, им нужно дефать мега-крипов. Они не ждут. Они постоянно идут. И Дайра закрываются на базе из-за этого. Из-за того, что банально вынуждены дефать. Каждые 30 секунд новую пачку. Ну что, подобрали. Забрали Рошана. А Егис подбирает себе Брудмазер. А Сыр ведет Найт Сталкер. Ничего на Санктусе и не нужно. У него в целом даже слотов не хватает. Поэтому. Зачем брать что-то еще? Собрались. Смаки прожали. А ЕГ есть. Сыр есть. Крепы на подходе в Миду. Заходят через Хэйграунд. Те, кто могут. Тинкер летит на Рубика. Заят в Шиву. Добрали Праймала. Рубик вбивает Темпларку. Эпично выглядело. Трипл килл делает Скай. Я думал, что сейчас вот этот трипл килл будет Шторм делать. Но он на самом деле так. Он не борется за фраги. У него очень много ассистов. И очень аккуратно играет. Ультра килл. Рампага. И рампага под конец. Да. Жаль, что не от Тинкера. Тем временем. Крепы соло ломают Т4. Им даже никто не помогает. А правильно. Зачем? Ну ладно. Так как 5 героев в таверне, а не без бая. Ну можно уже и закончить. Брадо тут пару тычек дает под конец. Ну что ж. Эталонный Тинкер. Идеально сыграл. 13. Ой. 12. 3. 26. Счет. Очень много ассистов. Давайте посмотрим его таблицу под конец игры. Можем мы увидеть его финальную сборку. 220 битых репов. 670 золота в минуту. 962 опыта в минуту. По героям 48 тысяч. Сам получил 40 тысяч. Его прокачка. И график. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю я удачи. И пока. Всем пока.